То есть пять тупых объяснений, почему мужики сразу засыпают после секса. Взяли все, что было нужно. Очень занимательные. Хорошие ж мужики. И он придумал такую фишку, он делает так. Ему было принципиально поссать. Взять и обоссать какой-то угол. В туалет иду, как в командировку. Мне иногда кажется, что муж от меня ушел вообще туда. А потом какая-то третья баночка просто без этикет. Я говорю, больше вот этих. Мне муж говорит, что это моя физиология. Петя, почему нельзя было это выкинуть? А зачем? Он болтики народов мира соберет. У нас есть только один недостаток. Это ПМС. Все дело в том, что вы обладатели черной магии. Всем привет. Привет. Я Аня. А я Лена. И это шоу «Я не договорила». Это у нас по-настоящему женское шоу. И перед тем, как мы начнем, мы, как всегда, просим вас. Подписаться на наш канал, поставить лайки и обязательно пишите комментарии. Мы их будем обсуждать в конце каждого шоу. Да. И в нашей программе мы говорим абсолютно обо всем, в том числе и о мужчинах, об отношениях. Но сегодня та самая передача, когда мы разберем мужчин просто по косточкам, обсудим все, что нас так бесит, раздражает. То, что мы не можем принять и объяснить вообще, почему так происходит. Поэтому сегодня наша тема – недостатки мужчин. Недостатки наших мужчин. И мы сделаем это следующим образом. Мы не просто так их обсудим. Мы поставим это почти на вид и спросим конкретно в лицо представителя мужского пола, конкретно нашего друга Максима Коновалова. Привет. Ну, привет. Привет. Волнуешься? Да, очень. С такими двумя писанными красавицами. Понятно, что я тоже вот даже волнуюсь. Да. Я боюсь. Ну, давайте тогда за встречу. Ладно, давайте. Начнем с этого. Хотя пока я с вами выпью, потом вы такого нам наговорите мужикам, что уже я, может, с вами, так сказать, в одном поле не сяду. Кое-что делать. Ты здесь для того, чтобы мужчин, что, защищать будешь, оправдывать? Адвокат дьявола. Адвокат. Согласна. Ну, я такой, я мягко характерный. Если вы прям сильно будете давить, я такой, да, в целом козлы. Тряпкой под каблучник? Я вообще, да. У меня в роду были бревна, я плыву по течению. Слушай, ну ты подготовился? Тему знаешь, о чем говоришь? Да, вы мне написали. Да, я тоже написала. Видишь, я хорошо подготовилась. Если что, я буду подсматривать. Я себе списочек прям ваших недостатков. Почти в этом, в алфавитном порядке. Хочешь, чтобы я сразу психоаналитику после вашей программы, да? Не исключено, что так и случится. Ну вот смотри, я про списочек сразу, да. Вот объясни мне, пожалуйста, такой момент. Вот просишь человека сходить в магазин. Так. Вот если без списка, то это вообще гиблое дело. Но ты уже пишешь список. Вот, например, купи, пожалуйста, маленькие зеленые бананы. Человек идет в магазин, приходит, приносит большие желтые. Что с этим делать? Да. Чем это связано? Такое дислексия у всех. А я должен на каждую претензию отвечать. Я думал, все. А я думал, как в этом. А, нет, ты можешь сказать, да. Как в этом, как в слабое звено. Пас. Банк. Маленькие зеленые бананы покупают большие? Ну, слушай. Нет, со спиской у меня какая-то такая вот проблема, что просто каждая жена знает, что вот... По-другому слова читается. Или почему? В чем дело? В чем вообще? А вы всегда прям покупаете то, что вам надо? Ну, вообще. А как же эксперимент? Может, он любит эксперимент? Как лучше хотел. Думает, что-то она... Вот ты в постели говоришь. Ты что мне достал свои? Маленький зеленый банан. Вряд ли же, если он достанет такой уже зрелый. Сразу всегда срабатывает вот это. Ну, зачем же маленький? Компенсирует. Надо больший зеленый. И зрелый. И зрелый, да. Хорошо. А если не зрелый, то оставит дозревать. А работает интересно, как с бананами. Там в темном месте кладешь, чтобы он там дозрел. И он тогда чахнет, да? Ну, это... Надо доставать на свет. Окей. Хорошо. Я сразу... У вас такое было интеллигентное шоу. Я смотрел пару выпусков. У вас там кортизол. Методон, ну, я не знаю. А дофамина. Вы не раз... А вы мужчины такие, мало что понимаете. А я такой сразу типа... Банан, банан. А скажи, пожалуйста, мать, ты чувствуешь, когда у тебя 36,9? Да, очень сильно. Прямо скоро? Я все. Я говорю. Ты сразу скорую вызываешь? Ну, около этого. Или все же просто врача надо? Ну, как минимум, мотариуса, чтобы завещание составить. То есть уже есть. Вот я не понимаю. Продолжение. Женщины иногда 30,40 выхаживают. Что такое? Ага, потом с инсультом сваливают. Мужики подстраховываются. 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 Как бы 36,9, это значит, как бы лучше перебдеть. Да, но при этом к врачу не загнать. Только уже если это поскорее уже. А я таблики принципиально не пью. В этом я тебя поддерживаю. Вот, я лучше, горло болит, я пивка подогрел. Сердечко вшаливает, бальзамчик она чистила. А это лентвинчик еще можно, да? Красное вино для давления. Одна проблема, все деньги на лекарства уходят. У меня просто папа, он терпел до последнего, всегда. И все время мне говорила, Лена, если я пойду к врачу сейчас, все, это точно будет смерть. Ну, то есть мне сразу что-то найдут, вырежут, и я уже не встану. Я говорю, да, поэтому надо сейчас до победы вот ходить так, чтобы не встать уже с постели. Он такой, да-да-да, я лучше так. Он вот так годами не ходит. Правильно. Нормально. Потому что нету здоровых людей, есть недопоследовательные. Пошел бы, мне сказали, у вас ковид. Ну да, ковид. Гепатита. Гепатита, спид. Он такой, ну вот, я же говорил, Лена. Ты говоришь, врачу, врачу, вон все, или это само пройдет. Да. Само пройдет. Рассосется. Рассосется. Или котика положил на больное место, он, все у тебя. Тема скупердейства. Ты скупердей? Ну, достаточно да. Чего? Ну, я в каком плане скупердей? Я скупердей, потому что, ну, это ж мои детишки. Нечего, да? Ну, как бы, они мне дороги. А на себя? На себя низко пройдет. Ну вот. Да ладно, вот смотри, давай по одежке, да. Вот смотри, насколько мы разные мужчины и женщины. Вот, например, у него мужа. Он носит носки одного цвета, одной единственной фирмы. Вот такие и только такие. Не, ну, так редко, мне кажется. Да, ну, не разрывать. Не загоняется по носкам, Лена. Нет, все очень зависит. Типа вот, а вот это вот, одеть один свитер, который он не может с себя снять. Вот это круто. И он уже в труху, этот свитер на нем высыпается. У меня такой домашний. Ты говоришь, переоденься, потому что он говорит, хороший же свитер. Нет, давай купим новый. Нет, 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 прежде чем. У меня домашний свитер, он уже от где-то тысячи стирок уже сел окончательно, но я все равно не ухожу, там уже вот такие. Он уже лонгслив стал. И я такой, мне все равно приятно. Это какой-то мужской пофигизм и уверенность своей... Нет, это любовь, это консерватизм мужской. То есть мы привязались вот к вещи, она нам дорога. Я в ней, в этом свитере много чего делал. Много чего делал. Память. Память, да. Я как бы смотрю на него, и у меня вся жизнь перед глазами. Ты не загоняешься. А вот это вот пресловутое раскидываешь? Носки? Ну? Ну, сейчас меньше. Но было, да. Но когда я был студентом, вы бы видели в каких-то условиях. А с чем это связано? Какая-то патологическая? Вот сейчас все женщины, которые нас смотрят, такие раскидывают носки. С чем это связано? Вот девочки не раскидывают носки. Да я думаю, с какой-то общей, в общем, пофигизмом. Не снял и оставил. Ну, типа... Ну, это твое просто... Ты помечаешь так территорию. Ты же не можешь как животное пометь. Да. Вот хорошо. Мой бывший муж. Когда мы приходили либо у нас дома, либо к кому-то домой, именно в дом, перед домом, перед тем, как войти вот этот вот двор весь, да, за калиткой, ему было принципиально поссать. Взять и обоссать какой-то угол. Он принципиально это делал, потому что он считал, что таким образом он метит территорию. Ну, типа, это вот для меня... Найдет дорогу домой потом. Для меня это не мягчайший трэш. Слушай, у меня там слышно такое, знаешь, кобелиное. Кобелиное. Да, ну, природное, знаешь, такое, самцовское. Да, такое, знаешь, вот Макс, например, носки... Потом сидит в гостях, ему что-то предъявляют, он такой, да, либо что я с вашим домом сделаю. Макс, и что в тебе такое есть? Кобелин, Макс, кобелиное. Какие в эти болки, знаешь, а что это такое прямо? Ну, я в туалет иду, как в командировку. Слушай, вот тоже объясни мне, пожалуйста, почему? Я туда беру телефон с сигаром. Мне иногда кажется, что муж от меня ушел вообще туда. Ну, в принципе, он туда так уходит, притом. Вы же понимаете, вы много говорили в своих выпусках про зону комфорта и так далее. Это наш острогон без опасности. Мы там просто всем предоставлены. А я люблю еще знать, что ты там долго так делаешь. Нет, что ты там так долго делаешь. Нет, я вообще, вот я там могу хоть 4 часа. Знаете, то состояние, когда ты встаешь с унитаза, и у тебя уже ноги отказываются. Потому что они настолько затекли. Когда ты выползаешь из ланых гомб. Слушай, но мне муж говорит, что это моя физиология. Это физиология или это... Нет, физиология там все быстро. А потом именно купаешься в одиночестве. А потом еще выйдешь и такой, дорогая, туда еще полчаса. Лучше не зашел. Потому что я еще, возможно, преступник всегда возвращается на место преступника. О, боже. Ну, и я уже молчу про стульчак вот этот вот бесконечный. Ну, стульчак-то это понятно. Но, кстати, я пускаю в этом плане ко мне. Даже, я знаю, что... А не бывало, что на брючках? А лучше сидя, на самом деле, знаешь, ходить в туалет. Да, сидя, я в похмелье всегда сидя. Потому что не хочется прикладывать никаких усилий. А вы смотрите шоу. Я не договорила. И сегодня у нас в гостях Макс Коновал. Выдерживает все наши нападки и объясняет нам, в чем же секрет вот этих вот ваших каких-то мужских странностей и необъяснимостей. С моей позиции. Вот я провалила... А давайте следующий выпуск сделаем. Наоборот. Я позову мужиков. И мы пройдем с Павловшим недостаток. У нас есть. Нет. Только один недостаток. Это ПМС. Все. Понял. Я тоже так считаю. Вот. Только мы пробили найти что-нибудь еще. А там, ну, ты понимаешь. Да, я понимаю. Слушай, а у тебя есть такое, вот, например, тебя просят там мама, сестра, не знаю, жена. Вот что-то сделать. А? И она, в принципе, знает, что ты это сделаешь. Я занят постоянно. Да, да. Я бесконечно... Я не могу вообще. Ну, у меня время расписано. Или такая есть тема, вот, обязательно побухтеть, знаешь, вот это вот мужское. Перед тем, как сделать, побухтеть. Да, смотри, как это работает. Мне что-то говорят сделать. Мне что-то говорят сделать, я такой... Теория трех гвоздей, знаете? Нет. Тебе что-то говорят делать, ты забиваешь первый гвоздь. Ну, как бы метафорически. Угу. Проводится какое-то время, тебе говорят, ты что, я это еще не сделал? Сделай. Ты забиваешь второй гвоздь метафорически. Угу. И потом, когда говорят, ты что? И ты такой, ну, вот, третий гвоздь, уже надо делать. Это работает. Ну, а после того, как забил три гвоздя, еще надо побухтеть. Побухтеть. А что сразу я? Да, да, да. И зачем? Ну, как я это сделаю? А зачем? Ну, типа, для внутреннего успокоения. Типа, выдернули меня из Ютуба. Ютуба. А по дому делаешь что-нибудь вообще там? Вообще нет. Я такой в этом плане, да. А вот это вот, если ты что-то все-таки справляешь, вот это обязательно, какой дебил этот делал? Ну. Это мужской обязательно. Если мужчина за кем-то переделывает работу, все предыдущие были дебилами. Все, кто приходят к нам, сантехники, электрики, они все так-то говорят. Они видят, что я что-то-то пытался делать. А вот это бубнение, когда ты за рулем, и бубнят тебя. Так, подожди, надо повернуть. Слушай, про руль и машины у мужчин это вообще отдельно. Ну, я не вожу, но в целом я понимаю, про что вы, да. У меня друзья-автомобилисты, конечно, поехавшие. Это жесть. Не дай бог, кто-то сядет в машину зимой, не сделав вот так ножками. Не, ну тут я к вам присоединюсь к вашей претензии, потому что я сам, я с друзьями-автомобилистами общаться не могу. Ну, мы встречаемся, что-то там пиво пьем, они такие, а у меня кардан полетел, а моя еще говорит, денег нет, а я думаю, а менять-то надо, и я такой. Слушай, а у тебя, короче, я так понимаю, просто дома ничего не делаешь, то есть такого вот маленькой мастерской, уголка, где всякая хрень мужская. Хранится там какие-то, да, полусломанные фонарики, батареечки, там какие-то крючочки, гвоздики. Да, у меня у отца есть такая железная штуковина, там от кофе или от конфет, и там, типа, он болтики народов мира соберет, ну там где-то 1100 миллионов болтиков, и мне однажды понадобился болтик для хоккейного конька, крутить лезвие к ботинку. Я говорю, пап, дай болтик. Он говорит, как я найду, у меня тут болтиков, ты дурак, что ли? Я думаю... Не нашли. Не нашли. В итоге я ходил в магазин, там другой мне дал продавец болтик. Но у него вот она есть. Ну ему, наверное, просто приятно. Это мои болтики. У меня отец вообще... Вот, кстати, присоединюсь к еще к недостаткам мужским. У меня отец ничего не выбрасывает. Да, вот это вот. Всякую херню в дом тащит. Не выбрасывай. Я уже там за 20 лет продавил. Поддон какой-нибудь дом притащил. Там уже так-то по вообще контурам тела отца. Он такой, так-то, моя. Моя. Такая ванна-банная история, да? Вот смотри, у женщины там у тебя шампунь, все, но ты ухаживаешь как-то за собой. У мужика, да? Значит, твердый кусок мыла и отцу полотенца для всего. Аня живет с дикарем из 16-го. Что у тебя тут там дом? Твердый. Твердый. У меня банк. Валерий, смешная история была... Он обходится одним полотенцем. Так вот, смотрите, это стереоактив. Нам тоже приятно ухаживать за собой, но вы думаете так про нас, мужиков. Вот какая была история у меня. Я как-то приезжал в Минск, я там уже не жил. Тебе дали одно маленькое полотенце. И я становился у знакомой. И она везет меня в ванну и говорит, смотри, это мой шампунь, он очень дорогой, его трогать нельзя. Это шампунь для собаки. Его тоже трогать нельзя. Он все дороже. А потом какая-то третья баночка просто без этикет. И говорит, бойся вот этим. Ну, вы сами нас к этому подталкиваете. Не, ну... Ну, в смысле? Ну, я бы хотел... Хэддл Шелдерс крутой шампунь. Я бы хотел Хэддл Шелдерс хоть раз помыть себе колу. Не дают, да, Фан? Не дают. Дают просто это... Без этикет. Лапка наводяжила. Как это... То есть по поводу вашей вот этой гигиены, это мы все сами придумали. Это да, 100%. Слушай, а почему в ванну заходишь, значит, пол весь мокрый. Стены все мокрые. Стены все мокрые. Ванна вся, знаешь, вот так вот, когда водичка зашла, все в волосах. Ой, кто бы говорил, все в волосах. А после вас в ванне не все в волосах. Ты убираешь? Да, бобой. Иногда, иногда я убираю. И, ну, там извлекаешь просто это... Пса-батолазы из сток. Ладно, есть, есть. Просто новый организм. Чего греха-то есть? А мокрый? Ну, не знаю. Ну, как это мы... Танцуете там тоже? Да. Поешь? Пою, что-то как Кевин в один дом. Ну, прикольно. Короче, это мы все, ты хочешь, как-то наговариваем. Ну, где-то, да. А, уже давайте в защите. Вот тогда просто про смешные истории. Вот я хочу еще одну смешную историю. Мне кажется, это у всех парней, они когда с девчонкой начинают. У тебя вот... Ты мне потом свое расскажешь. Я просто очень хорошо вспоминаю, когда мой муж за мной ухаживал, он пытался, значит, как-то это рисоваться. И несколько раз причем было таких историй. То есть после фразы «Смотри, как я могу», можно вызывать скорую, в принципе. Но я уже очень сильно напрягаюсь, потому что, значит, один раз он «Смотри, как я могу». И он хотел мне показать, что он умеет отжаться, хлопнуть отжаться. Ну, вот это, да? У меня было такое свое. Хоп, хоп. Ну, короче, все. У меня один в один было свое. И он поднимает его. Мотри, как я могу. Было у тебя такое? Да, вот я говорю, было... Да, но это было больше во времена универа. Ну, естественно. Сейчас ты как-то уже поосторожен. Когда ты забываешь, что не умеешь делать сальто. Сделал? Сделал, да. Потом ходишь побитый просто. Просто знаешь, когда просыпаешься после тусовки, и у тебя тут такой синяк, полтуловищ. И ты такой, а покажите видео со вчерашнего вечера. А, вот еще объясни мне еще один момент про такую особенную, характерную мужскую слепоту, которая, судя по... Почему у меня сын? Она передается по наследству. Я понял. То есть вот он мне каждый день говорит, мам, что есть поесть? На кухне стоит человек, есть что поесть? Ну, то есть ему начинаешь, смотри, вот открываешь холодильник, в этой полке справа там лежит, видишь, нет. У меня просто был случай, когда я конкретно наготовила еду, и муж говорит, ну, ходила куда-то, я говорю, еда на плите, и точно, ну, все вот, да. Ухожу, прихожу домой, он, первое, голодный сидит, говорит, когда, ну, типа, я не нашел. Я не понимаю, в чем дело, я захожу, оно, я крышками накрыла. Он пришел, еду не нашел, на кастрюле стоят, понимаешь, еды нет. Вот объясни мне, пожалуйста. Да, я сразу понял. Не видя, не езды. Я сразу понял, потому что... Не, я сразу понял, когда мужская слепота, я понял, что ты. Понимаешь, о чем ты. Абсолютно согласен, но у меня есть абсолютно научно-подкрепленная теория на этот счет. Очень занимательный. Все дело в том, что вы обладатели черной магии. Потому что это точно так, я уверен, мужчина напишет в комментариях, мы приходим в шкаф, открываем, и там этого нет. Этого нет, однозначно. Это сто процентов. Ни носков, ни рубашки висящие. Подходите вы и из пустоты этому телевизуете. Сто процентов так и происходит. Я думала, знаешь, ты как еще скажешь, я точно знаю, что у нас есть шкаф, забитый шмотками, а она каждый день меня убеждает в том, что ей нечего носить. Я думала, А, мы переключились теперь на ваших. На ваших. Я проверяла, когда вешала рубашку прямо вот на двери и штаны под рубашкой, понимаешь, и все равно найти было невозможно. Но не нашел. Но не нашел. Но это абсолютно мистика. Стивен Кинг. Вот представляешь, какими. А еще вот эта вот тема, мы коснулись еды, Аня коснулась еды. Аня коснулась еды? Коснись еды. Когда в кастрюле остается буквально 5 миллиметров супа, и эту большую кастрюлю все равно ставят в холодильник, закрывают и оставляют там. Либо вообще, если там ничего. Либо, понимаешь, тебе оставляют так, что там, ну, две ложечки чего-нибудь, полторы. Забота. И тебе оставляют. Это кому-то оставил. То есть это нельзя было съесть. Там, не знаю. Если не можешь поменять ситуацию, поменять отношения. Вы концентрируетесь... Он не хочет, чтобы я поправилась. Вы концентрируетесь на словах 5 миллилитров, а вы концентрируетесь на слове остается. Для кого? Для вас, любимых. Для вас, любимых. Я же говорю, я тоже думаю, просто не хочу, чтобы я поправилась. Да. У меня мой сын так лежит в полке шоколад. В такой упаковке картонной. И ты думаешь, что там 4 шоколадки лежит. Там точно лежит 4 шоколадки. Вау, так долго лежит 4 шоколадки. Приходит в гости. Ты вытаскиваешь, и они все пустые. Петя, почему нельзя было это выкинуть? А зачем? Бесподевная история. Да, есть такое. Что это? А я вспомнила прикол. У меня сотрудник был на работе. Вторая любимая шутка была. Причем он был женат. Я помню. Девы не запали. Не ходил на обеды. И это было жутко. Он ходил в магазин и покупал себе батон целый. Батон, батон. И батон колбасы. Тоже что, понимаешь, да? Все по делу. И масло сливочное. Вот он кромсал батон, кромсал колбацу, намазал масло, клал бутерброды, и он так обедал. А плохая привычка в том, что вы завидите? Нет. И любимый его прикол был. Хорошо быть женщиной. Захотела есть, пошла приготовила. Ну и где он не прав? И мы как бы искренне такие, Паш, смотри, есть варианты, доступные человеку с высшим образованием вполне. Ну, понимаешь, да? Ну нет. Это вот был его кулинарный потолок. И он очень страдал. Ей что-то модно, что-то вышло из моды, что-то вечно. Бутерброд с колбасой во все времена славится в гастрокуре. А ты готовишь? Я готовлю. Но вопрос, как я готовлю? И что? То есть, ну... Я беру батон, колбасу. Знаете, как это? Приготовить-то много ума не надо. Побросал и что-то приготовить. Но есть-то это невозможно. Поэтому я такой... Лучше давай закажем что-то. Выбирай. Про секс, про ногти, про что? Про пердёршки. Это про планы на вечер? Побросал и... Выбирай. Секс на ночь. Ну, давай... Ну, давай... Ну, вот, ладно. Так, конечно, заманчиво. Всё, три. Не, ну, у тебя, кстати, вот ногтики аккуратно. Да? Подстриг перед ёлками. Ты вот это... Не делаешь дома, когда они так... Улетают во все стороны. Не делаешь такое? Ногти я стригла... Кто тебя отстригает ногти? Не, ну, сам, сам. Обрезаешь или обрезаешь? Мне, кстати, я ногти... Долго меня стригла мама. Да? Ну, она и меня и мыла долго. У нас просто очень странная семья. Ну, видишь, поэтому... Ну, мылся я с бабушкой, ну так что? Поэтому ты страдаешь, что тебе вот этот шампунь без названия посылал. Бабушка, ты говорила, сейчас я тебе, голубчик, специальным бабушкам... Такие, наскали и съесть вот это у тебя. Не, я аккуратно достаточно посылаю. Ну, бывает, бывает... Забываешь иногда, подстрижёшь. У меня есть тетрадка. Почему? Почему усмеялась? У меня не может быть тетрадки. У меня есть тетрадка, где я записываю все свои хобильчики. Я просто с ногтями не связываю. Ты не записываешь, когда ты послезал. Я сейчас оправдаю себя. У меня есть тетрадка, где я записываю всех своих хобильчиков, но пока она просто подписана. Потому что я не обижаюсь ни на кого, Леночка. Хорошо. Я подумал, самое время, на что я такой добрый. Как это связано? Возьму свою доброду. По ногтям, как эта тетрадочка с ногтями связана. Что с ней? Как связано? Ну? Макс. Не знаю. Всегда почему-то завожусь, когда продакт все говорит. Завелся, значит. Ладно. Чуть-чуть поторопил события. Тебе в целом леточку подается. Как теперь вернулся? Про с кого? Когда такая искра, буря, безумие? Ну, давайте по мужским гадостям. У нас вот это вот, значит, ногти. А вот так вот на улице делаешь, вот это вот. Сморкаться? Ну, понимаешь. Нет, только на хоккее. Ну, там можно, там все мужики. Кстати, я один шоколад. Прям на лед? Ну, да, да. Серьезно? Ну, да. Не, ну на лед там шлем мешает иногда. Бывает, знаете, прилетает обратно. Ну, в целом. Ну, скамейки запасных магов. Ну, что, ну, а это там, а где мужики? А ты пробовал это делать? Это очень удобно. О, здравствуйте, Тимур. Здравствуйте, Тимур. Здравствуйте, Тимур. Добрый вечер. О спорте после короткой рекламы. В маске когда особенно? И не. Я потому что с похода. Ты когда в походе, знаешь, на лыжах. Да, да, да. Ты валишь с рюкзаком, и у тебя просто вот, тебе надо. Очень быстро. Да, экономия времени. Исключительно рационально. Я вспоминаю эти времена, когда мужчины носили вот здесь. Но в городе не поддерживаю. На самые платочки. Угу. Ну. Были времена. Ну, слушай. Эти времена я помню, как дедушка и до сих пор, вернее, мой папа, мой папа, дедушка моих детей, когда он у детей насморк, он такой, ой, у меня есть платочек, достает. И я такой, нет, папа, нет. А он такой же, да? Он такой же, как и 30 лет назад. Да, да, да. Блиц. Блиц. Тут пять тупых объяснений, почему мужики сразу засыпают после секса. Устали. Взяли все, что было нужно. Ну, честный пункт, окей. Не, вообще, мне честно, вот если на нашем шоу можно было бы ругаться, вот честно, просто в сценарии. Я считаю, что это, ну... Да? Что это? Ну, честно. Что это? Спасибо. Да, я что? Да. Спасибо. Ну, правда, ну, типа, ну, о чем, скажи? Да, ну, я вообще... Мне нравится, что вы уже такие, да, целый, хорошие ж мужики. Нормально. Ну, ну, что? Ну, две минуты тоже время. Можно? В конце концов. Пусть ванить ее. У меня есть очень крутой лайфхак. Вообще. Вот, смотри. Я его раскусила однажды, да, я всем расскажу. У него есть лайфхак, я себе посвятил, может, тебе пригодится, слушай, классная тема, но я ее не сразу выкупила. Он когда тоже, типа, уже хочет спать, да, но, типа, он понимает, что, чтобы я не обиделась, со мной надо, как бы, еще покоммуницировать какой-то. И он придумал такую фишку, он делает так. То есть он делает такой звук, что... Я только потом поняла, что он все время делает. Ну, то есть он, типа, как бы, я там что-то говорю, а этот звук, он, типа, и... И, типа, и... Ну, то есть такой, универсальный такой. Что он же там спит, это в нужные моменты просто. Так ты задавай вопросы, где надо развернуто отвечать. Вот, по-моему, так... Ну, куда завтра пойдет? В один прекрасный момент, по-моему, так и произошло. Но, короче, долгое время там я что-то... Даже не... Ну, он уже почти там, да, это уже сложно. Вот так вот, классно. Работающаяся. Ну, хотя бы. Ну, хотя бы, по-моему, выкать, ну, чуть-чуть можно. Ну, потренируйся. А ты в моей команде. А ты хрюкнула только что. Я нет. Нет, а ты хрюкнула. Да, хорошо сидим. Да, ну, что... Что скажешь? Я скажу так, что... Как оно? Я ожидал, что вы сегодня мне насыпите. Я был к этому готов. Ну, так, поднасыпали. Мне кажется, я старался. Ну, не жестко, но достаточно, так сказать... Мне кажется, смягченно. Продавливали. Просто я как пружинка. Мне кажется, это опять же одно из ваших мужских качеств. Да, да. Вы как пружинка. Вы так долго-долго, а потом... Ну, иногда срывает эту резьбу в пружинке. Есть резьба. Ну, что там в пружинке, то иногда срывает. Но мы никто, мы не идеальные. Но я думаю, что вы же нас и любите, в том числе, за наши недостатки. В этом же интерес. Ведь как гласит китайская или какая-то пословица? А может, я сам себе придумал. А может, это мне приснилось. Когда любишь человека, даже язвы от оспы кажутся красивыми ямочками. Вау, какая красота. А я от себя хочу добавить. У нас когда-то с друзьями был прикол. А вы рассказывали очень ужасные истории. Какие-то там... Как ты видел, там село животное распространенное. И потом лес целовали. А ты сейчас таким образом стресс пытаешься с ней? Так вот, я хотела от себя... Сейчас на меня смотри, пожалуйста. Да. Я чувствую. Я хотела от себя сказать, что вот мы сегодня же главным образом... Да, мы обсуждали мужские недостатки, какие-то их нелепости, местами... Пакости гадости. Пакости гадости, да. Но мы над всем этим посмеялись. И я считаю, что это вообще то, что может спасти льбы отношения, когда мы можем даже какими-то, казалось бы, нелицеприятными вещами вместе посмеяться, таким образом выпустить пар, и дальше вообще все отлично двигаться дальше. То есть в легкость это все. Я думаю. Да, слушайте, ну без этого было бы уже вообще скучно. И совершенно неинтересно. И зашибись, что у каждого из нас есть вот эта вот всякая пакость гадости. Знаешь, как классно, когда мы с девчонками можем собраться. Это с ним мы тебя пригласили. Обычно мы собираемся. И точно так же там... Слушайте, я написала в чатике вопрос. Пожалуйста, спасите, расскажите какие-нибудь истории. Они до сих пор... Поперла, соперла, девчонок. Я понимаю, что ну кайфово. Пусть комментарии к выпуску приходят. Ну что ж, мы на сегодня договорили. Договорили. Да, оставайтесь с нами, подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Обязательно что пишите? Комментарии. Мы их будем обсуждать в конце каждого шоу. Да. Мы увидимся с девчонками через неделю. Я буду смотреть тоже. Ну что? Спасибо, Макс, что пришел. Спасибо, что позвали.